Народ, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего. Слова, которые когда-то сказал Михаил Ломоносов, до сих пор не утратили свою актуальность. Со дня победы в Великой Отечественной войне прошло уже 74 года. По историческим меркам не так много, но достаточно, чтобы люди стали забывать историю того страшного и героического времени. А помнить нужно. И именно для этого был организован Всероссийский исторический диктант победы, в котором могли принять участие все желающие. Мой прадедушка воевал под Москвой, и я считаю, что это важно помнить о том, что совершили твои предки. Я считаю, что про Великой Отечественную войну это интересно, потому что это произошло не так давно, по историческим меркам, вот 74 года назад. И каждый должен знать какие-то детали, какие-то события. Важно помнить свою историю. Желающих было действительно много. Только на площадке в городском округе, которая находилась в лицее номер 14, в диктанте приняли участие порядка 90 человек. Свои знания также проверили председатель Совета депутатов округа Надежда Суровцева, председатель Комитета по образованию Гавриил Поляковский и заместитель главы администрации округа Юрий Родионов. В преддверии самого главного праздника нашей страны, Дня Победы, мы проводим эту акцию. Конечно же, очень много сегодня в эти дни особенно говорится теплых слов в адрес ветеранов. И, конечно же, вспоминаются те, кто добыл эту победу для нас с вами. Иногда мы задаемся вопросом, зачем, почему мы должны помнить. А помнить мы должны, потому что мы с вами представители великой страны. Мы с вами представители великого единого народа. В этой исторической акции организованной партией «Единая Россия» также приняли участие ветераны войны и труда. Перед началом диктанта они поделились своими воспоминаниями с учениками школ и их родителями. Волонтерами на мероприятии выступили активисты молодой гвардии «Единой России». Кроме того, этот экзамен сдали в 21 стране мира, включая страны бывшего СССР, Австрию, Данию, Китай и другие. Результаты диктанта Победы будут известны 12 июня, в День России. Екатерина Сусенко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».